Петербург – город мостов. Иногда его даже называют музеем мостов. Их здесь чуть меньше, чем в Венеции, но больше, чем в взрезанном Каннами Амстердаме. Гораздо больше, чем в любом другом городе мира. Мосты, мосты, они как руки, связуют время и сердца. Они не просто над водою, то многолюдны, то пусты. Над радостью и над бедою стоят, как радуги, мосты. Писал поэт Вячеслав Кузнецов об уникальных сооружениях, история строительства которых насчитывает более трех веков. О мостах Санкт-Петербурга. Петербургу принадлежит особое место в России. Возникший более 300 лет назад, этот молодой город стал ярчайшим символом культуры. Он дал мощный импульс духовному развитию всей России. Рожденный Петром Первым из Дикого Болота, стройный, величественный город, потрясает воображение, восхищает и навсегда остается в сердце. Мосты играют важную роль в архитектурном облике Санкт-Петербурга. Они формируют его художественный облик, придают ему романтическую красоту. Но мосты небольших каналов, рек, ажурны, воздушны. По их количеству он занимает первое место в стране, одно из первых мест в мире. Ежели все мосты Санкт-Петербурга вытянуть в одну линию, то общая их протяженность составит около 16 километров. В конце 1730-х годов в столице имелось более 40 мостов. Спустя 100 лет их насчитывалось уже свыше 150, причем третью часть из них составляли каменные и чугунные. Сейчас в Санкт-Петербурге имеется около 500 мостов различных видов и типов, с пригородами около 800. Мост – это сооружение, по которому можно перейти или проехать с одного берега реки Пролива или Оврага на другой берег. Мост, возведенный через дорогу, называют путепроводом. Мост через ущелье – виадуком. Трудно в это поверить, но в самом начале строительства Петербурга возведение мостов было запрещено. Царь Петр I надеялся, что удастся вообще обойтись без них. Он любил море, водную стихию, корабли и стремился приучить ко всему этому жителей своей новой столицы. Петр хотел сделать Петербург настоящим морским городом, в котором даже у самого небогатого горожанина была хотя бы одна лодка. Царь даже издал указ, в котором приказывал петербуржцам передвигаться по своим делам в лодках по воде точно так же, как они ездят по суше в каретах и колясках. Он мечтал построить город, похожий на его любимый голландский Амстердам, который пронизывают сотни каналов. Но, конечно, на подобное решение Петра повлияло и то, что в XVIII веке сделать мост через такую полноводную и широкую реку, как Нева, было сложнейшей инженерной задачей. Для создания надежного моста нужны очень серьезные опознания в математике, геометрии, в области применения прочных материалов. Да и само строительство было очень дорогим делом. Ну а построишь, как кораблям проплывать. О разводных мостах в те времена и подумать не могли. А крупные торговые суда имели высокие мачты и ни под каким мостом не проходили. Первый мост, перекинутый через Неву, появился в Санкт-Петербурге уже после Петра. Мост соединял Сенатскую площадь с университетской набережной и был наплавным, то есть лежал на бревнах прямо на воде, как бы плавал на поверхности. Чтобы мост не снесло течением, его прочно присоединяли к берегам и для надежности прикрепляли ко дну тяжелыми корабельными якорями. Официально мост получил название Невский, но горожане называли его Исаакиевским по расположенной неподалеку церкви во имя Исаакия Далмацкого. Этот мост использовали очень долго, почти 200 лет, а летом 1916 года он сгорел. Искра, спроходившей по реке Баржи, невероятным образом попала на бак с керосином, который использовался для освещения переправы. Строить наплавные мосты было не особенно сложно, но у них были и серьезные недостатки. Они не позволяли большим торговым судам свободно передвигаться по реке. Приходилось дожидаться ночи, когда мост раздвигали, что не всегда удобно. Да и не слишком надежными они были, так как недостаточно прочно скрепленные между собой бревна могли разъединиться. Но до середины 19 века только такие мосты через Неву и были возможны. Зато на более узких речках и каналах петербуржцы каких только мостов не строили, из дерева и камня, арочные и висячие. Самые простые из них, балочные, по принципу устройства представляли собой примерно то же самое, что и перекинутые через ручей бревна. Сверху делали настилы с досок, вот и готова переправа. Если река оказывалась слишком широкой и длины бревен не хватало, то в дно вбивали дополнительные опоры. Позже для прочности придумали добавлять снизу косые балки, подкосы. Арочные мосты тоже были весьма популярны в Санкт-Петербурге. Их стали строить только спустя сто лет после рождения города. Но саму конструкцию придумали еще в Древнем Риме. Она была очень надежной. Многие из тех арочных мостов сохранились и до наших дней. Сооружать их было непросто, но арка позволяла делать гораздо больший пролет между опорами и экономить строительные материалы. А еще новые мосты, будучи необычайно красивыми и элегантными, очень украсили новую столицу. Полюбились петербургцам и висячие мосты. Идея такой переправы тоже довольно древняя. Достаточно сказать, что ее использовали индейцы в Америке. Но в Европе мосты на цепях и канатах появились именно в Петербурге. Первым в 1823 году стал пешеходный цепной мостик через один из каналов Екатеринговского парка. Идея прижилась. И с тех пор подобных мостов в городе строилось много. Самые известные – египетский мост через фонтанку, банковский и львийные пешеходные мосты через канал Грибоедова. В начале XIX века для строительства мостов стали использовать металл. Первым мостом из чугуна стал зеленый – полицейский через реку Мойку на Невском проспекте. Его свод был значительно тоньше каменного. Сначала люди не верили, что такой стройный мост сможет выдержать нагрузку самой оживленной улицы города. Но проект оказался настолько удачным, что было принято решение о строительстве типовых чугунных мостов через Мойку. После наводнения 1824 года, описанного Пушкиным в «Медном всаднике», таких мостов в Петербурге стало еще больше. Ведь практически все деревянные мосты во время наводнения были повреждены или разрушены. И только в прошлом столетии появились современные железобетонные мосты, которые не ржавеют и не нуждаются в регулярной покраске. В 1912 году построили первый мост из железобетона, Большой Ильинский, через реку Охту. С тех пор инженеры используют железобетон не только при строительстве, но и при реконструкции старых мостов. Давайте познакомимся с самыми знаменитыми мостами Санкт-Петербурга. Дворцовый мост. Своё название этот мост получил потому, что расположен рядом с Зимним дворцом. Его можно увидеть на множестве сувенирных открыток с изображением города. Особенно эффективно Дворцовый мост выглядит ночью, разведённый над широкой Невой и красиво подсвеченный. Решение о его строительстве было принято ещё в 1901 году, но возводить переправу начали только через 11 лет. Потом работу задержала Первая мировая война. И в итоге открыли мост только в 1916 году, да и то не до конца достроенным. Во время войны чугун шёл на нужды фронта, а поэтому перила сделали деревянными. Закончили оформление моста только к 1939 году. Аничков мост. Этот мост – один из самых знаменитых в Петербурге. Назван он не в честь некой Аннички, как можно подумать, а по фамилии подполковника-инженера Михаила Аничкова, под командованием которого осуществлялось строительство. Мост украшен скульптурной композицией «Укротители коней», созданной известным скульптором Петром Карловичем Клоттом. Первоначально эти скульптуры планировали установить между Зимним дворцом и Адмиралтейством, но затем всё-таки решили поставить на Аничков мост. Скульптуры на западной стороне моста с самого начала установили бронзовые, а на восточной из гипса временные. Но когда были отлиты постоянные бронзовые скульптуры и для восточной части, царь Николай I преподнёс их в качестве подарка прусскому королю. Для моста заказали новых укротителей, но и они простояли всего пару лет и тоже были подарены на этот раз королю Сицилии. И только в 1851 году восточная сторона моста наконец-то обрела свои бронзовые статуи. Теперь Аничков мост украшает четыре скульптуры, показывающие различные моменты украшения строптивого коня смелым юношей. В военном 1941 году статуям пришлось покинуть своё место. На время блокады города их укрыли от глаз неприятеля, закопав в ближайшем саду. С военных времён один из гранитных постаментов напоминает нам о подвиге народа. Попавший в него немецкий снаряд обломил часть парапета, ограды моста. Его решили не восстанавливать, а наоборот отметили мемориальной доской, на которой написано «Это след одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941-44 годах». Банковский мост Банковский мост построен в 1825-1826 годах около Казанского собора. Благодаря своей красоте он не раз упоминался в стихотворениях разных поэтов и был запечатлён на многочисленных фотографиях и в кинофильмах. По углам моста расположены скульптуры грифонов, крылатых львов, созданные Павлом Соколовым. Они появились здесь не случайно, поскольку в мифологии грифон считается лучшим сторожем золота, а скульптуры должны были охранять располагавшийся неподалёку банк. Львиный мост Пешеходный львиный мост украшен скульптурами четырёх львов. Их автор скульптор Соколов, который создал и грифонов. В день открытия по мосту прошли около трёх тысяч петербуржцев, захотевших полюбоваться звериным мостом. Множество людей каждый день проходит по нему и сегодня, ведь львиный мост до сих пор считается одним из самых красивых в городе. Интересно, что копии этого моста есть в Германии. Только наш мост чугунный, а немецкий сделан из дерева. Египетский мост Этот мост через фонтанку знаменит не только своей архитектурой и необычным оформлением в египетском стиле с фигурами сфинксов, львов с человеческими головами, но и печальной историей, произошедшей здесь в 1905 году. По мосту двигались солдаты, пешие и конные, а навстречу им ехали сани, и вдруг мост обвалился прямо на лёд реки. Люди, к счастью, не пострадали, а вот несколько лошадей погибло. Оказалось, что мост рухнул из-за того, что солдаты маршировали чётко в ногу. Равномерные удары множества сапог раскачали мост, и он не выдержал нагрузки. Поэтому с тех пор все мосты строят уже с поправкой на подобный случай. А вдруг и по ним тоже пройдёт в ногу рота солдат? Впрочем, с тех же самых пор и солдатам при входе на мост дают команду идти не в ногу. Вантовый мост Большой Абуховский Вантовый мост самый новый в Санкт-Петербурге и единственный неразводной мост через Неву. Его построили совсем недавно, в 2005 году. Мост висит на вантах, прочных стальных тросах, и он настолько высокий, что под ним легко проходит любой корабль. К тому же Абуховский мост один из самых длинных в России. Его длина почти 3 километра. Город, в котором несколько миллионов жителей, нуждался в нем очень давно. Припозднившиеся петербуржцы и гости города до постройки Вантового моста частенько попадали в курьезную ситуацию, когда из-за разведенных мостов не могли попасть домой на другой берег реки. Петербуржцы любят свои мосты, ведь без них невозможно представить себе город на Неве. Мосты окутаны множеством мифов и легенд, их воспевают поэты, их рисуют художники, о них поют песни. Есть даже множество традиций, связанных с мостами. Например, на свадьбе жених должен перенести на руках невесту с одного берега на другой, пройдя по мосту. Петербуржцы даже сочинили такое стихотворение. Полноводная Нева разбрелась на рукава, но связали их мосты, что встречались я и ты. Поцелуев мост на реке Мойке самое романтическое место. Если влюбленные поцелуются на нем, то ничто не сможет их разлучить. Говорят, что тут прощались и целовались уже в те времена, когда река Мойка была еще границей молодого Петербурга. Людям очень хотелось верить, что человек, который получил поцелуй на этом месте, обязательно вернется домой. Подобным волшебным местом считается Исимимостье. Она находится в самом центре города, на пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала. Если встать на Пекаловом мосту в определенной точке, то оттуда можно увидеть сразу семь мостов. Считается, что на этом месте, поочередно глядя на все мосты, нужно загадывать желания. Тогда они обязательно сбудутся. Но самая главная традиция жителей и гостей Санкт-Петербурга гулять теплой летней ночью по набережным и смотреть, как разводят мосты через него. Особенно потрясающе город выглядит в белые ночи, когда вечерние сумерки переходят в утреннее без наступления темноты. В эти часы любое здание и сооружение приобретает загадочные и таинственные очертания. Белые ночи можно увидеть лишь в нескольких городах мира, а самый прекрасный и удивительный среди них наш Санкт-Петербург с его многочисленными каналами и мостами. Если вы хотите узнать какие бывают мосты об удивительной архитектуре Санкт-Петербурга советуем почитать вам следующие книги. Санкт-Петербург 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 Санкт-Петербург